Снегурочка Датой основания Костромы считается 1152 год. Город был заложен Юрием Долгоруким, как форпост северо-восточных рубежей Руси. Сегодня это один из красивейших городов знаменитого Золотого кольца России, расположенный на обоих берегах Великой реки Волги. Центр города сохранился практически в первозданном виде, начиная с 18 века. Сохранилась также веерная планировка города, утвержденная Екатериной II в 1781 году. Визитной карточкой города считается Сусанинская площадь, которую местные жители называют еще сковородкой. Она представляет собой круг, от которым веером расходится 7 улиц. Здесь расположены множество достопримечательностей. Знаменитая пожарная каланча, торговые ряды, нулевой километр. А рядом, в центральном парке, города стоит Иван Сусанин, патриот, отдавший жизнь за царя во время смуты 17 века. Кострома знаменита своей исторической застройкой. Здесь сохранилось множество старинных деревянных и каменных домов, много цветов и зелени. Это настоящая жемчужина Золотого кольца России, эталон небольшого губернского провинциального города. Ипатийский монастырь Ипатийский монастырь – древнейший, из сохранившихся антабли Костромы. Согласно легенде, он был основан в 1330 году татарским музой Четом, который добровольно перешел на службу Ивану Калите. В этих стенах во время смуты укрывался Михаил Романов, то есть брание на царство в 1613 году. Ипатийский монастырь является самой значимой достопримечательностью города. Он расположен в живописном месте, при впадении реки Костромы в Волгу. Монастырь сыграл уникальную роль в истории русского государства. Именно здесь произошло становление династии Романовых. Впоследствии его посещали все русские правители, вплоть до распада империи. А в 1913 году здесь отмечали 300-летие дома Романовых. Сейчас здесь музей. Субтитры создавал DimaTorzok Церковь Воскресенья на Дебре. Яркий и узнаваемый символ города, памятник архитектуры 17 века. Это единственный подсадский храм, сохранившийся в Костроме. По легенде, живший здесь купец Кирилл Исаков заказал в Англии 10 бочек краски. Но по ошибке получил 10 бочек, набитых золотом. Чтобы не навлечь на себя грех, он решил истратить все деньги на строительство этого храма. В центральном парке стоит уникальный дедушка Ленин. Ильич установлен на постамент в виде часовни, оставшийся от памятника в честь 300-летия дома Романовых. Его еще называют Святым Ильичом. Постамент был сооружен в 1912 году. Его украшали разнообразные фигуры. Всего их было 28. Высота сооружения составляла 36 метров. Но после революции все фигуры переплавили, а на вершину установили гигантскую статую вождя. В Костромах, едва ли не больше других старинных городов, пострадало в советское время. В частности, был полностью уничтожен Костромской Кремль. Событие из ряда вон выходящее, даже по меркам сталинской эпохи. Соборный ансамбль состоял из Увпенского и Богоявленского соборов, а также колокольников. В настоящее время начато воссоздание древнего Кремля на прежнем месте. И нам обещают его вернуть к 2020 году. Торговые ряды Торговые ряды – самый крупный в России торговый комплекс с конца 18-го, начала 19-го века. Он состоит более чем из 20 различных зданий, которые сохранились до сих пор. На этом месте раньше проходил ров Костромского Кремля. Мы сошли пообедать в интересное местечко. Интерьер кафе создан по знакомым произведениям Ильфа и Петрова. Особенно увлекают изучение старых газет, которыми декорированы стены. Блюда красиво оформлены и вкусная еда. На этом наше знакомство с Костромой подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось. Приезжайте все в этот интереснейший город на Волге. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч!